И говорила Иссандра Кассандре Люблю рассуждения Доброго здоровьица На видосик о Михаиле Котлярове Пришло довольно таки много отзывов Таких знаете мотивирующих, рассказывающих Я бы еще разок прошелся по этому примеру Несколько с иной стороны Можно, вот как Михаил Михайлович До 63 лет жить Жизнью обыкновенного человека Вот как все тут у нас имеется Самотеком мы растем Стараемся улучшить свое положение Учимся, все это хорошо Чего-то добиваемся в жизни Так оно и должно быть И вот во время вот этого пути До 63 лет Естественно, ну как все живут там Пивко выпиваем, может быть водочки немножечко Покуриваем Едим безобразно Ну и делаем массу других поступков И не задумываемся о своей жизни Вот живем, живем и все там И подходит момент, когда вот В результате вот всей этой безалаберной жизни нашей Нормальной, как общество считает Нормальная жизнь Мы нажимаем себе кучу болячек И потом несем их к врачам Чтобы они это все Все наши жизненные просчеты Все наши жизненные недочеты И намеренное вот такое вот издевательство Над своим собственным организмом И полением своих собственных жизненных сил Что-то сделали Причем у некоторых Это вот как у Михаила Михайловича Получилось так, что Очень резко шандарахнуло Знаете, человек обычно мирится Ну там, да Ангинкой там заболел Ну там пригрепозил Там еще что-то там Суставчиком там побаивает Ну Ходишь, ходишь То есть мириться можно Ну вот когда, знаете, так как Трахнет И у тебя уже не то, что ты там Ходить будешь или еще А будешь ли ты жить или нет Вот тут-то, знаете Это заставляет как-то задумываться Ну обращаемся вот На месте котлеровок К врачам Да, врачи Знают свое дело Все Вытянули из этого там Какого там прединфарктного состояния Еще там чего-то Вытянуть, вытянули Ну а дальше, говорит, мы Не в состоянии Это все дело поддерживать Либо он должен сидеть на лекарствах И мы так со своего опыта понимаем Что на лекарствах можно там Продвижаться С таким разрушенным организмом Недельки, две, три Вот так вот Итог подведен 63-летней жизни Некоторым жить хочется И он уже Обратился сюда Обратился по разным инстанциям Возникает мысль Что делать Надо получить новые знания Для того, чтобы вытянуть себя Из того болота В которое ты себя загнал Считая, что курить пачку сигарет Нормально По-мужски Есть все, значит Отлично В шахте поработал А производство это вредно Тем более В то время 20-е какие там 20-е там годы 20-е, 30-е годы Заработал Суберкулез и так далее Ну что поделаешь Ну это ж работа Ну и так далее, так далее Да Как от всего этого избавиться Нужны знания Вот это очень хорошо Что Михаил Михайлович смекнул Что нужны знания И вот для него Примером явился Плохим здоровьем Это Александр Васильевич Суворов Наш полководец Который Не имея здоровья С детства Создал себе Вот этот пример был То есть важен пример Важен пример положительный И он его взял И вот смотрите Организм Михаила Михайловича Был необыкновенно Сильно зашлакован Да, там проблемы С вот этими С венами С сосудами Это все следствие того Что вот эти вот Пачка папирос Выкуренных в день Она там все Знаете вот Самые опасные Это тонкие шлаки Которые получаются Из газов Из дыма И как раз Вот эти вот Выкуренная пачка папирос Она это именно создает То есть все тело Было пропитано Вот этими вот шлаками Дымной природы И от всего Этого надо избавиться Благодаря тому Что он начал применять бег Чем хорош бег Вот именно в этом случае Он хорош тем Ну естественно Он начал его потихонечку Применять тем Что во-первых Это все на свежем воздухе Делается Во-вторых Бег повышает Обменные процессы Он повышает Внутри Циркуляцию Разного рода Жидкости В которых все это Отложилось И засело И благодаря вот этому Что повышается Циркуляция И ты на свежем воздухе Начал Вот это все Из себя Вымывать И через легкие Выбрасывает То есть Это очень хорошая Оказалось Методика Не столько там Для возрождения сердца А именно Для избавления Шлаков Которые Десятилетиями Накапливались В организме В первую очередь От дурной привычки Курения Пачки Папирос в день Ну а далее Уже там Как Насколько там Человек Просто-напросто Переедал Вот это вот Позволило Котлярову С 90 килограмм Веса Где-то Приобрести Наверное Вес Ну килограмм Наверное 60 60 там 5 Примерно 30-25 килограмм Вот это Так сказать Массы Которую Человек Накапливает К пенсионному Возрасту Он считает Что это Как бы Нормально Нет Это Это накопилась Масса В которую Содержатся Вот эти Шлаки Которые Распределяются По этой Массе Лишней Для того Чтобы они Просто-напросто Не мешали Совершению Жизненных Процессов В организме И благодаря Опять-таки Вот это Вот регулярному Бегу Регулярному Бегу Он от этого Избегался И вот Когда человек Начинает Этим делом Заниматься То Процесс Оздоровления Вообще-то Если организму Помогать Он идет Довольно-таки Быстро И вот уже Через сколько-то Через 3-4 года Он уже бежал Марафон Через 3-4 года Представляете Насколько Был укреплен Организм Насколько Возросла Выносливость Сила Мышц Очищение Произошло Легкие Хорошо работали Сердце Хорошо работало Суставы Которые были Также разрушены Из-за того Что человек Не ходил А что Не используется То То и усыхает Раз Суставы Не используются Я вам не зря Сказал Такую вещь Что у нас В суставах Имеется Жидкость Смазка И если сустав Не работает Она высыхает И сустав Стягивается И он становится Неподвижен А вот Когда мы Регулярно Делаем Какие-то упражнения Разработочку Получается И вот смотрите Вот разница Разница Когда человек Чувствует разницу Я по себе знаю Когда ты был Разваленный В 63 года И не знал Будешь ли ты жить Или нет И всего лишь Тебе понадобилось 3-4 года Чтобы ты почувствовал Совершенно Иным человеком Причем таким человеком Которого Ты раньше не знал Сам себя не знал Что ты такое можешь Что твой организм Настолько Может быть здоровым Это такое удивление Многие испытали Это состояние Пользуясь Моими книгами Другими Но вот потом Благополучно Все забыли Вот это Самая большая ошибка Благополучно Все забыть Я стал Ага Здоровым Вернее так сказать И в то состояние Предсмертное Ушло Как страшный сон Я чувствую Без себя хорошо Ну и ладно И потихонечку Я начинаю Все это дело Пропускать Котлерова Котлерова Казался Другим человеком Его это Водушевило Водушевило на то Что Оказывается Перед ним Открылся Мир Здорового Образа жизни Вот это вот Многообразие И он начал Усиленно Изучать Допустим Ага И голодание Что она делает Почитал Попробовал Применил Убедился Очень важно Еще Это вести Дневничок Записываешь Что ты делаешь Вот это будем говорить Ну Отличная вещь Далее Значит Что он там Вычитал Что вот Во время там Бега Кровь Мол Уходит из рук И как бы сказать Идет перераспределение Там крови Больше там В ногах А в руках там Меньше И он начал использовать Уже смекнул Он начал использовать Гантельки такие Кистевые Сжимает Беги там Сжал Беги там Сжал То есть Я вам как раз Предложил Казачий ход Потому что я понимаю Что многие из вас Многие из вас Они Кистевой эспандер Вот он Какой Кистевой эспандер Не надо Эти гантели Брать С собой Вот Вы С кармана Вынули Опа Пошли Побежали Казачий ход Либо же Бег Закал Вот этот Бег По котлеру Вы можете Делать Не с гантелями А с этим И таким образом Когда человек Сжимает Тем самым Он дает Нагрузку На Руки И распределение Крови Крову Как бы сказать Не вся Конечность Проливает А она Более Нормально Минем Нормально Распределяется По всему Организму В том числе И по Рухам И естественно Когда он Начал все это Применять Бегать В шортах В майке В кроссовках Сама практика Занятий Стала ему Подбрасывать Разного рода Вопросы Которые Надо было Решать А именно Человек может Действительно Охлаждаться Здорово Подмерзать И прочее 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 И с суставами Могут быть проблемы Нашел Такий способ После Зимних Вот этих Пробежек Он что делал Он Принимал Ванну Прогревал Своё Тело Далее Знаете Вот когда человек Получает Получает Вот эти положительные Результаты Ему хочется Большего 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 Читает Нужны знания Нужны знания И вот он Начинает Оттуда их брать Отсюда Не знаю Откуда он взял Про уринотерапию Но тем не менее Видите Применял И важно Понимать Вот вам скажет Вот если вы что-то Сказали Так я принимаю урину Вам сказали Да знаете Это Это вообще Безобразно Урина выливается У нас Ваша моча Выливается Из организма С отходами Совсем А вы Употребляете Назад Это как-то Непонятно Это Это противоестественно Это Вы какой-то Вообще Такой Если вы почувствовали Разительный результат От употребления Вот этого метода О котором все говорят Что это плохо Потому что они его не делали Они его не знают И Михаил Михайлович Котлерон Я ее сказал Применял Особо не афишировал А потом вижу Когда она Стала Давать свои положительные результаты Смотрите Какая у меня Шевелюра А была уже лысина И он почувствовал Другие положительные результаты От употребления Применения Урины Да напревать Он стал ее применять И все Она дает Результат И он его чувствует И в угоду Кому-то Все это Забрасывать Я думаю Это неразумно Точно так же Думал И Котлеров Созвучно Созвучно По мере Всех этих занятий Он начал использовать Ага И питание Надо заменить Питание Поинтересовался питанием Что Как Для себя подобрал Именно Для себя подобрал Узнал про голодание Вещь хорошая Попробовал Так Начал голодать Раз в недельку Разумно Далее С возрастом Он уже Бег Который он начал Постепенно Довел там До двух часов Чувствую Что это как-то Обременительно То можно Несколько по-другому Действовать Начал Использовать Интервальный бег Пять минут Пробежал Две минутки Три минутки Прошелся Опять пробежал Толк есть? Есть Ага Заинтересовало его Вот допустим Массажи Что такое массажи Как они Видите Он сам изучил Подобрал для себя Простые средства И вот И вот выбрал Палочный массаж Самостоятельно Можно делать Не лениться Главное Не лениться Начал делать Все там Получилось Более того Ага А как же Возродить Половую функцию То есть Это его тоже Как бы Заинтересовало Дело в том Что Произошло Как бы Некоторое Омоложение Организма Но хотелось Большего Хотелось Вот эту Старческую Немощь Устранить С помощью чего И он разработал Видите Особый там Абдоминальный массаж С той же палочкой Как все это Промассировать Сделать Для того Чтобы туда Кров добавить Чтобы все эти Органы Были Знаете Просто-напросто Не то что их Омолодить А просто Поддерживать их В нормальном Рабочем состоянии С помощью Движения Массажа Питания И ряда других Процедур Получилось Получилось У него 75 лет Жениться Проживя Обычную жизнь До тех же 63 лет Думая Что она вот такая Вот молодость Такая была Была этакая И дальше Ничего не будет Никакого просвета Не будет А тут оказывается Кое-что Просто поменять Своей жизни Не надо Каких-то там Снадобий Применять Не надо еще чего-то А можно Вернуть то Чего вообще-то Не было у тебя В жизни Просто-напросто И изменив Свой образ жизни Поменял То-то 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 То, что Уредит организму Сделано Почувствовал Такие результаты Водушевлении Да, водушевлении Хочется заниматься Хочется заниматься Заниматься Хочется знаете Петь Пропагандировать Когда человек Долго занимается Насыпает Как бы сказать Такое Пресыщение Вот Ну Все-таки Одно и то же Надо делать Надо там Встать Надо там Зарядку сделать Надо там Массаж делать Надо то Все сделать Надо это Все сделать И как-то Все это Не совсем уже Хочется делать Потому что Человек Вообще По своей природе Ленив Котлеров Михаил Михайлович нашел, сам индивидуально, нигде там никто, ему ничего там не советовал, а он уже сам свою голову включил и начал искать, как можно себя мотивировать. Проснулся, потянулся, улыбнулся, что ты еще жив, то есть человек должен ценить, что ему дали еще один день, еще один час хотя бы жизни. Вот когда он это понимает, совсем другой настрой, вот я вам сейчас это сказал, у меня совсем другое настроение, что должно быть благодарность за то, что вам дали величайшее вот это сокровище, это жизнь, которую вы можете самотеком за 63 года, куря по пачке сигарет, занимаясь обжорством и считая, что это нормальный образ жизни и прочими-прочими глупостями, работа во вредном производстве, загубить. И все на этом. А можно, можно жить дальше, интересной, по-своему насыщенной жизнью. И вот все это ярко воплотилось у Котлерова. Чем хорош вот этот пример, 63 года по незнанию разрушать свою жизнь, а потом встрепенуться и подумать, неужели это конец? Не поверить этому, получить новые знания, а они, пожалуйста, есть. Вот хотя бы в моей книге «Целительные силы». Я думаю, Михаил Михайлович был бы очень рад вот в то время получить такой труд по оздоровлению организма, по созданию собственной индивидуальной системы, где все учено. И движение, и рассказано, как она действует. И голодание, и дыхание, и очищение, и прочистительные кризисы. Вот он ничего не рассказывал. Я думаю, были сильнейшие у него очистительные кризисы, чтобы вот это все выходило. И обретение совсем нового мировоззрения, новой интересной такой положительной жизни. И вот это накоплено, вот эти вот знания, вот это вот притворение их в жизни позволило ему, позволило ему дожить практически до 90 лет. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.